Добрый вечер! Ваш выбор телеканал Узбекистан Тараха. В эфире передача на перекрестках истины. Через несколько дней, то есть 14 февраля, все мы отмечаем день рождения великого государственного деятеля, полководца, поэта Захирдин Мухаммад Бабура. Сегодня о этой важной исторической персоне нам расскажет философ, старший научный сотрудник Института государства и права Академии наук Республики Узбекистан Назаров Равшан Ринатович. Рады Вас видеть! Здравствуйте! Равшан Ринатович, в начале беседы расскажите, пожалуйста, биографию Бабура. Ну, надо сказать, что Бабур – это одна из величайших фигур среди уроженцев территории современного Узбекистана. Если мы не будем рассматривать всемирно известных ученых, мыслителей, таких как Беруни, Ибн Сина, Улукбек, возьмем только государственных и политических деятелей, то Захирдин Мухаммад Бабур – это человек, который стоит на втором месте по количеству написанного о нем в мировой литературе. То есть, ну, сразу после Амира Тимура, после своего великого предка. Это говорит о том, что это историческая личность, причем человек, который прославился уже при жизни и в достаточно молодом возрасте. Ну, собственно, по современным меркам он прожил недолго, он не дожил даже до 50 лет, на 47-м году жизни он скончался, но, тем не менее, он оставил огромный след в истории. Вот как раз 14 февраля этого года исполняется 540 лет со дня рождения этого выдающегося человека. Это означает, что ровно через 10 лет мы будем отмечать юбилей, то есть 550-летие Бабура. И я думаю, этому будет посвящен большой цикл мероприятий, тем более, что опыт проведения юбилеев исторических личностей в Узбекистане накоплен достаточно большой. Бабур по своему происхождению очень знатного рода, потому что он праправнук Амира Тимура по той линии тимуридов, которые происходят от сына Амира Тимура, Миран Шаха. Отец Бабура, правитель Андижана Умар Шаих, он как раз из рода тимуридов. А его мама, очень тоже знатного рода, значит, Кутлухнигар Ханум, она была дочерью Юнус Хана, правителя государства, которое находилось в Семеречии, называлось Магалистан. И, значит, она происходила из рода чингизидов. Таким образом, Бабур оказался вот по линии отца, он тимурид, по линии матери чингизид. Ну и так исторически сложилось, что он очень рано получил политическую власть, поскольку его отец трагически погиб, когда Бабуру, значит, было всего 12 лет, и он был провозглашен правителем. Он правил в Андижане, территория современной Ферганской долины. Это как раз вот были его первые владения. Но затем он, ну так исторически сложилось, что Бабур стал последним представителем династии тимуридов из тех, кто правил в Центральной Азии. Но зато Бабур выполнил такую историческую миссию. Он основоположник новой династии бабуридов, которая 300 лет правила, причем на очень большой территории. Это территории современных государств Афганистана, Пакистана, Индии, Бангладеш. То есть это очень большая, можно сказать, огромная территория. И та роль, которую сыграл Бабур в становлении государственности на этих территориях, она невероятно большая. Надо сказать, день рождения Бабура отмечается не только в Узбекистане, который является его родиной, да, но и в таких странах, как Афганистан, Пакистан, Индия, Бабур является очень важной такой персоной, которая сыграла большую роль в развитии этих земель. Ну, надо отметить, что когда Бабур создал свое государство на землях Северной Индии, они уже достаточно долгое время находились под тюрко-мусульманским владычеством. существовало такое государство, как Дилийский султанат, которым как раз правили тюрко-мусульманские правители, как раз тоже выходцы из нашего региона. То есть в этом отношении, конечно, государство Бабура, оно является определенным продолжением этого. Но Дилийский султанат занимал сравнительно, ну, такую небольшую территорию Северной Индии, в то время как государство Бабура во времена его максимального расширения, оно доходило до южных оконечностей Индии. Да, то есть очень большая, ну, практически такая огромная территория. И Бабур внес свой вклад в развитие этих земель. Причем, что интересно, в государстве Бабура была межэтническая и межконфессиональная толерантность, поскольку на этих землях жили представители многих племен, народов, конфессий. И, в общем-то, достаточно мира, ну, таких серьезных конфликтов не было. Вплоть до того, что даже не все принцессы дома Бабуридов в обязательном порядке были обязаны принимать ислам. То есть, ну, многие из них были мусульманками по рождению. То есть, были принцессы тюркского, персидского, арабского происхождения и индо-мусульманского происхождения тоже. Но были и принцессы, которые исповедовали другие религии, в частности, в частности, индуизм или буддизм. Другие религии. Рошар Ринатович, вот эта толерантность очень схожа с толерантностью Амира Тимура, да? Да, безусловно, безусловно, да. Это, если мы вспомним, не будем забывать, что Захариддин Мухаммад Бабур, он прямой потомок Амира Тимура, так сказать, по крови. Но не только по крови, но и по идеям, и по идеологиям. То есть, фактически, многие ученые считают, что мы можем считать династию Бабуридов фактически таким индийским ответвлением династии Тимура. То есть, такое вот, как бы, историческое продолжение, поскольку очень многие заслуги Бабура обусловлены тем, что он правильно использовал наследие своих великих предков, да, и Амира Тимура, его сыновей, внуков, которые были, значит, его прямыми предками, поскольку, ну, скажем, армия государства Бабуридов, она строилась на тех же принципах, что и армия Амира Тимура. Государственный аппарат, законодательство и так далее. То есть, практически очень много. Ну, конечно, были и свои особенности, поскольку все-таки Индия – это специфическая страна, специфический регион, и необходимо было учитывать местные особенности, вот, но, тем не менее, надо отметить, что в государстве Бабуридов очень многое делалось для того, чтобы не было, скажем так, лишних конфликтов. В частности, проявлялось очень большое уважение к представителям духовенства других вероисповеданий. Практически неизвестны случаи, чтобы разрушались индуистские или буддийские храмы, когда нужно было строить мечети, их просто строили отдельно. Вот, и надо сказать, что достаточно удачно на протяжении длительного времени развивалась государственность на этих территориях, поскольку за Бабуром стояли его великие предки, его, значит, отцы и деды, чьим политическим наследством он очень активно пользовался. И надо отметить, что в его армии, государственном аппарате всегда было много выходцев из Центральной Азии, причем не только те, кто пришел сразу с ним, но и те, кто впоследствии были. Дело в том, что это был такой очень большой массив, и территория нашего Центрально-Азиатского региона находилась в постоянном контакте и с территории государства Бабуридов, и с древним Ираном, и с Османской империей, и так далее. То есть, надо сказать, что Бабур унаследовал от своего великого предка Амира Тимура не только военное искусство, но и политическое, дипломатическое искусство. Очень активно развивалась дипломатия с окружающими землями. То есть, достаточно упомянуть политико-дипломатические связи государства Бабура с Китаем, с Ираном, с Османской Турцией. Равшар Ринатович, а что Вы можете сказать о творчестве, поэзии Бабура? Да, одна из особенностей личности Бабура заключается в том, что, несмотря на свою большую загруженность политическими, дипломатическими, военными делами, он все-таки находил и возможность для творчества. Потому что книга, написанная Бабур наме, ну, вообще-то он ввел эту книгу в качестве дневника своего личного. Но поскольку он записывал там очень много сведений, интересно, то в настоящее время это является одним из очень важных источников по истории, причем и по истории Центральной Азии, по истории Афганистана, по истории Индии. Поскольку очень много интересных сведений по истории, по этнографии, географии, литературе и так далее. В принципе, Бабур, он очень активно общался не только с военачальниками и государственными деятелями, но и очень любил общение с творческими людьми. То есть писатели, поэты, каллиграфы, художники, архитекторы и так далее. То есть это был разносторонне развитый человек, что, в общем-то, неудивительно, поскольку среди тимуридов это было в порядке вещей. И, понимаете, вот это вот сочетание государственной мудрости и высокой культуры, это вот одна из характерных особенностей периода тимуридов. И, естественно, что Бабур сам, будучи тимуридом, он впитал буквально с детства. Ну, ему просто очень повезло, потому что и его отец также был человеком, который очень активно общался с людьми культуры. И Бабура с детства окружала вот такая вот среда высококультурных людей, благодаря чему проявился вот такой вот его литературный дар. Поскольку Бабур-Намэ – это не только исторический источник, но это и вполне такое интересное литературное произведение, мы можем считать, в прозе. Но при этом он активно писал стихи, что также было очень популярно при дворе тимуридов. И, интересно, возник даже такой, ну, как бы сказать, бабуридский литературный стиль, который стал чрезвычайно популярен. Очень многие литераторы, они вот как раз писали в этом стиле. И этот стиль отличается вот легкостью понимания, да? Вот на сегодняшний день читаешь эти стихи и понимаешь суть. Да, конечно. И на сложном. Просто потому что это, ну, они написаны от души, понимаете? Вот то, что пишет человек от души, всегда бывает… Знаете, когда чрезмерно сложно написано, это написано от ума, что называется. Вот, например, произведение Алишера Наваи, чтобы понять, прочесть, нужны специальные навыки, специальные знания, правильно? Да, да. Бабур как-то легче писал. Ну, здесь есть, наверное, свои особенности. Дело в том, что Наваи, хотя тоже был… Простота стихов. Да, он был государственным деятелем, но Наваи все-таки, во-первых, был поэт, а во-вторых, государственный деятель, понимаете? Еще филос. Вот, в отличие от Бабура. Бабур, он был сначала государственным деятелем, а потом уже поэт. То есть, вот в те моменты, ну, в общем-то, на самом деле, нечастые моменты, когда он не был занят государственными делами, вот он, значит, занимался литературными делами. Как хобби, как любительская деятельность, да? Да, да. Для него самого это было. Да, ну, тут, как сказать, он выражал свою душу, и очень… Ведь в его стихах очень много ностальгии, да? Потому что, несмотря на то, что он правил очень большим государством, богатым государством, тем не менее, тем не менее, он… у него всегда была ностальгия по родине, знаете? Запах дыни. Да, он это описывает всегда из дыни, гранаты. Он говорит, что таких яблок, как в Фергане, нету, таких гранатов нету и так далее, и так далее. Несмотря на то, что Индия очень богатая страна, и там все абсолютно фрукты, любые, какие вы хотите, да? В том числе те, которых нет у нас, да? Там естественным образом растут там и бананы, и ананасы, и все, что хотите. Но, тем не менее, вот. Но это такое выражение, как бы, своих чувств через литературу. Потому что Бабур как раз… Почему его читают уже 500 лет? Более того, Бабур на Мэ переведено более чем на 30 языков мира, включая все основные языки. То есть переводы Бабура на английском, французском, персидском, китайском, хинди. Абсолютно-абсолютно на всех. На турецком даже дважды переводили. Значит, в 18 веке переводили на староосманский язык, а в 20 веке на современный турецкий язык переводили. Вот. И, то есть, миллионы-миллионы людей имеют возможность читать произведения Бабура. И, как я уже сказал, из уроженцев территории современного Узбекистана Бабур на втором месте по количеству написанного о нем сразу после своего великого предка Амира Тимура. Потому что, ну, это естественно. Потому что Бабур и историю Узбекистана нельзя написать, не упоминая Бабура. И историю Афганистана нельзя написать. И историю Пакистана, и историю Индии нельзя написать. Понимаете? Конечно, хотя он находится в Агре, на территории современной Индии, но поскольку его построили люди, которые бы являлись выходцами, что мы можем с гордостью тоже сказать, что мы имеем определенное отношение, ну, хотя бы в историко-культурном смысле, к этому чуду света. Тем более, что среди тех, кто строил, было много выходцев из нашего региона, поскольку там явно видны такие мотивы, которые мы прослеживаем в великой архитектуре Самарканда, Бухары и так далее. Потому что это естественно, контакты, они были всегда, потому что многие интеллигенты нашего региона, они учились в медресе Северной Индии. Наоборот, индийские мусульмане очень часто приезжали учиться в медресе и в Самарканд, и в Бухару, и в Хиеву. Постоянно существовали контакты, обменивались. Буквально даже вот уже в 20 веке даже, знаете, одно из самых популярных произведений одного из основоположников джидидизма Абдурауф Фитрата называется «Рассказ индийского путешественника». Понимаете, потому что это был постоянный контакт, да, контакт, да, или, ну, скажем, самый популярный напиток Узбекистана – чай. Он всегда поставлялся из Индии, да. А в Индии, наоборот, сейчас есть блюдо под названием пулао, то есть плов. И в заключении, почему мы сегодня должны изучать поглубже историю, связанную с пабуридами, с Бабуром? Необходимо отметить, что Бабур – это человек, который олицетворял в своей личности высочайший уровень государственной мудрости и высокой культуры, поскольку он был представителем Тимуридского ренессанса, который в истории принято считать вторым ренессансом. Поэтому, если мы сегодня говорим о третьем ренессанте, то, естественно, что надо хорошо знать первый и второй. Но, в принципе, современные ученые достаточно много делают для того, чтобы изучать историю и политическую историю, и военную историю, и историю культуры нашего региона, начиная с эпохи первого ренессанса. Но, естественно, Бабур – это одна из самых крупных и ярких фигур, которая запечатлена в истории. Причем не только Узбекистана, но и многих окружающих территорий, земель. То есть и истории Афганистана, и истории Пакистана, и истории Индии невозможно без изучения личности и творческого наследия Бабура. Поэтому мое глубокое убеждение в том, что необходимо, естественно, продолжать изучение того прекрасного наследия, которое оставил и Бабур, и его потомки. Поскольку это способствует, кстати говоря, и укреплению связей, понимаете, потому что вот в этих странах и в Пакистане, и в Индии до сих пор, кстати, проживают потомки Бабуринов, которые пользуются очень большим уважением, большим авторитетом. К ним прекрасно относятся. И я лично полагаю, что вот через такие фигуры, как Бабур, мы должны укреплять наши взаимоотношения с соседними государствами. Спасибо. Вот такая интересная у нас сегодня была беседа о Бабуре со старшим научным сотрудником Института государства и права Академии наук Республики Узбекистан Назаровым Равшан Ринатовичем. Оставайтесь на телеканале «Узбекистан Тараха». Субтитры создавал DimaTorzok